Приветствую Василию Соткину на Большом канале. Нас уже 139 тысяч. Спасибо. Идем к 140 и дальше. Итак, сегодня у нас 03, 12, 20, 23 год. То есть постепенно этот тяжелейший, кровавый, трагический год близится к своему логическому календарному завершению. Но, к сожалению, война между Российской Федерацией и Украиной не только не близится к завершению, а наоборот, есть прогноз, что она еще более станет кровавой, массовой и смертоубийственной и разрушительной, чем в 22 и 23 годах. И ожесточенность ее растет. Да, это агрессия, понятно, со стороны Москвы, и вторая фаза геноцидно-террористическая. Но это уже системная, очень большая, тотальная война, противоборство. Причем градус ее напряжения, озверение все время усиливается. И последнее сообщение, я вам давал видео, что то, что были расстреляны двое, но это, видно, не один такой случай, их много, но то, что попало сейчас на видео, опубликовано было и подтверждено, то, как московицкие военные подразделения застрелили двух безоружных, поднявших руки украинцев, солдат, попавших в окружение, без боекомплекта. Это, конечно, очень плохой признак. Сейчас то же самое будут делать украинцы. То есть, это же как закон. Действие порождает противодействие. Поэтому понятно, что безжалостность войны усиливается. Плюс вот эта информация, что была отравлена жена Буданова, вот, и еще несколько разведчиков военных. Естественно, что будет ответ. Вот. И такие ответы, они нарастают. Они становятся все более жестокими, массовыми, бескоротечными. Смотрите на войну Израиля, которую он ведет. Это война возмездия против агрессора в виде исламской фашистской матки и ее передового отряда Хамаса. Это жестокая война. Очень жестокая. Но у Израиля нет выхода. Правильно? Натаньяху сейчас дал последнее опять интервью. Он заявил, что он говорит, а какой выход? Организация этот, Аббас Палестины, Хамас, Хизбалла, Иран. Они четко ставят цель. У Ирана в Конституции записано уничтожение Израиля. Это вменяемая цель. Это можно такое написать было, что какая-то нация, государство, этнос ставят. Причем иране же нет этноса. Вот что самое интересное. Иранцев же нет. Есть персы, есть азербайджанцы, есть там еще курды. Но иранского этноса нет. У них даже нет иранского языка. Это называется фарс язык. То есть, ну вот эта вот конгломерация, которую создали КГБисты-мулы, назвавшие себя шиитами. Вот так же, как организацию Палестины создала тоже советская КГБ. Вот такое впечатление, что они в основном вот эти все страны, это они создали. Вместе на пару с этим, с Ми-6, Великобританией. Это просто удивительно. Они поставили себе цель, написали там в своих цедульках, что типа надо уничтожить Израиль. Почему? Для чего? Кому он мешает? Что их там так много, что ли? Поэтому, вот смотрите, то, что там сейчас происходит, это тяжелейшая война с огромными жертвами. Но это характер войны. Путин фактически делает то же самое в Украине. Но это геноцидно-террористическая агрессия. Но Зеленский отвечает ему тем же. И для Зеленского наступают очень плохие времена. Почему? Ну, то есть он практически повышая каждый раз градус войны. То есть вместо того, чтобы пойти на снижение, пойти на перемирие, отменить военное положение, успокоиться, сделать изменение Конституции, убрать вот эту фишку. Это кресло идиотское, которое все хотят захватить. Прямо аж труситься, выиграть президентские выборы. Отменить прямые выборы президента. Сделать это такое более-менее, как говорится, такое, ну как, чтобы это кресло утратило черты гетьманства. Так вот, вместо этого Зеленский повышает ставки в этом кровавом казино вместе с Путиным. В рулетке этой гребанной число зверя. Так вот, смотрите, что получается. Теперь Зеленского опять вставили. То есть для него, критические для него, для его власти, для Стефанчука, для правительства. Ну что есть критическое число? Какое? В результате этих всех таких огромного объема неудач в этом 23-м году. Ну с октября практически никаких удач у Украины нет. Прямо скажем. Это все неудачи для Зеленского. Вот 14-15 декабря. Ключевые дни. Будет заседать Совет Государств Европейского Союза. Это руководители стран. Сколько их там? 27, кажется, да? Будет заседать. И там будет рассматриваться разные страны. Переговоры ведут. Как оценивать отчет. Представлены Еврокомиссии. Есть страны, которые считают, что их тройка. Украина, Грузия, Молдова и Балканы. Албания, Босния, Герцарковина, Черногория, Косово, Сербия, Северная Македония. Должны двигаться с одинаковой скоростью. Но вот такая нелюбшенная заявила, что они считают, что каждый должен двигаться по своим заслугам. Понимаете? Но с другой стороны, мы знаем, что Виктор Орбан жестко сказал, что он заблокирует любые переговоры о начале переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. То есть Украина не получит этого статуса переговорщика. Это вот такой анализ сделала в Министерстве иностранных дел. Заявили, что лидеры Евросоюза должны воспользоваться возможностью и пригласить Украину в ЕС на саммите в декабре. Поскольку окно возможностей для этого небольшое. Ну и это заявила кто? Это журналистам в посольстве Польши в Вильнюсе заявила замминистра иностранных дел Ювита Нелюбшенне. Я думаю, что лидеры стран, которые соберутся на совете руководителей 14-15, понимают, что окно возможностей весьма маленькое и совсем короткое. Либо мы сейчас примем геополитическое-политическое решение, которое позволит ЕС двигаться в будущем. Или мы просто закрываемся и чего-то ждем. Ну и по ее словам Евросоюз должен именно сейчас принять политическое решение о приглашении Украины. И чем дольше ЕС будет затягивать, тем больше будет обнаруживать какие-то препятствия. Сейчас ведутся переговоры, как оценивать отчет Украины о развитии, предоставленной в Еврокомиссии, ну и Урсула и фон дер Ляй. Понимаете, вот это как бы для нас с вами, ну как бы не для нас с вами, для Украины, ну для Украины в данном случае, для Зеленского, для его корпорации, вот те, которые с ним. Вот это 14-15 декабря. Ну, надо сказать, Зеленский прилагает и его окружение, Ермак, там и другие огромные усилия в этом направлении. Но, что произошло? Произошли сейчас отягчающие негативные события, которые серьезнейшим образом подрывают усилия Зеленского, слух народа, Стофийчука, Шмигаля и так далее. Вот смотрите. Итак, что произошло? Произошло следующее. Ну, Стефанчук, как известно, ну получается, как это его там, Корниенко, его первый зам, он заблокировал выезд этого Порошенко в связи с письмом СБУ. СБУ потом рассказало, почему, потому что якобы Порошенко должен был ехать в Венгрию, встречаться с Орбаном, а потом бы это использовали российские разные масс-медийные структуры и так далее. Но параллельно ж получается такая ситуация нехорошая, что 28 ноября 2023 года, то есть уже разразился скандал по поводу того, что не выпускаются депутаты Украины. В Европарламенте считают необходимым разблокировать иностранные поездки украинских депутатов для успешного продолжения движения Украины в ЕС. Об этом заявила евродепутат Виола фон Крамон, Германия Зелёные, на конференции, которую как бы главенствовал мне как раз Стефанчук по вопросам европейской интеграции Украины. Что ж произошло? В Брюсселе она была. Виола Крамон, фон Крамон отметила, что в ситуации, когда критически важно, чтобы убеждать западных политиков необходимости начала переговоров с Украиной по вступлению в ЕС, их не выпускает этих политиков в командировке Стефанчук. И она обращается к Стефанчуку, который там ввел это заседание и говорит, что вот это надо делать было. И это очень плохо, что не могут выехать те, которые могли бы проводить адвокацию Украины. А Руслан Стефанчук открывал конференцию, на которой выступила вот эта фон Крамон. То, что мы видим, вдумайтесь в ее слова, что она заявила, то есть она представляет фракцию зеленых в Европарламенте. Это цинично, это она Стефанчуку говорит, противоречит нашему общему интересу, подчеркнула она. Стефанчук наоборот наехал на депутатов и сказал, что если делить там, сколько выехало с фракции слуг народа и сколько выезжает от Порошенко европейской солидарностью, там по количеству на человека получается, что те выезжают чаще. Ну, у фракции слуг народа там больше сотни человек, а у этих двадцать с чем-то, двадцать шесть. Поэтому понятно, что вы на что делите, то и получаете. Но если брать по тому, кто выезжал и сколько раз, то, конечно, по массе у слуг народа они превосходят там в разы фракцию Порошенко. То есть, это называется профанация Стефанчук, это эквилибристика, это манипуляция цифрами. Это просто, это вообще чисто советская такая кагибистско-чекийская манипуляция, то, что он делает. Откуда у этого парня вот эта советско-кагибистская грусть? Вот это вот самое удивительное, откуда, как она эта дрянь восстанавливается в этих молодой поросли. Вроде такой молодой, вроде все, такой так хорошо, такой сытый, такой весь как бы ухоженный, хоть и в этом наряде черном таком. А вот видите, в головах чисто такая плесень коммуносоциалистическая кагибистская сидит. И вот четко ему сказали, ты что делаешь, он приехал в Украину и начал их опять долбать. А как известно, трех не выпустили там, или даже четырех. Там эту, ну неважно кого, не выпустили, посмотрите там вот эту Ирину Герасченко, Климпуш Цинцадзе не выпустили, потом еще там кого-то. То есть, так серьезно подготовились. Ну и самый главный сейчас скандал разрастается в связи с Порошенко. Как известно, он поехал, у него была командировка, Стефанчук подписал. Вдруг Корниенко без, даже без его уведомления, Порошенко не уведомил, сам написал письмо. И сам на базе этого письма подписал ликвидацию Порошенко выезда. То есть, это вообще, это полнейшее беззаконие. То есть, дважды, так вообще не бывает. Сам письмо написал и сам приказ дал о распоряжении, о ликвидации его командировки. Но, оказывается, теперь все можно. Так вот, смотрите. Ну, конечно, Корниенко еще тот парень. Но смотрите, что дальше получается. Дальше получается следующее. Итак, 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 вот что получилось. Прошу прощения. Этот самый, как он называется, дорогой наш, ну, не пустили Порошенко. Не пустили по тому, что приказала делать СБУ. Так, вот, и теперь получается следующая картина, что на это заявление, когда СБУ уже дезавуировало вот это свое письмо, почему оно обратилось не выпускать Порошенко, потому что у него будет встреча с Орбаном, а Орбан, как известно, типа пропутинский. Вот, тут же получил, так сказать, ответ. Ответ следующий. Венгрия сочла Украину, не готовая к Европейскому Союзу, из-за отказа в выезде Порошенко. Молодец, Стофийчук, молодец, Корниенко, кто им приказ отдал. Ну, Малюк, конечно, вообще попал по полной программе. И следующее произошел такой открытый скандал международный. Отказ в выезде с Украины Порошенко, это бывший президент, это лидер фракции, ребята, вы совсем нюх потеряли. И объяснение этого встречи с Орбаной является доказательством, слышите, неготовности Киева к членству в Европейском Союзе. Сказал госсекретарь по международным коммуникациям Золтан Ковач, там его пресс-секретарем называют или как. Ну, короче, ответственный человек за озвучивание позиций кабинета министров Орбаной в Венгрии. Ну, а СБУ же заявило, что это готовилась провокация, что Порошенко должен был встретиться и так далее, и ПСО появилось бы и так далее. Он написал следующее, слышите. Венгрия не желает играть никакой роли во внутриполитической борьбе президента Украины Владимира Зеленского. Подобные новостные сообщения и эти, Зеленский, слушай, политические чистки, чистки у тебя уже идут, являются еще одним свидетельством того, что Украина еще не готова к членству в Европейском Союзе, написал Золтан Ковач в своей сети, в соцсети «Х-Маска». Вот, как известно, была подписана командировка Астофийчуком, и ее аннулировал, он выехал 1 декабря, хотел выехать, и его в очень грязной форме не выпустили Порошенко со страны. Причем начали там еще напрасленно на него наговаривать и так далее, и так далее. Вот, отказ в выезде Порошенко назвал антиукраинской диверсией, 100%, 100% так и получилось. Короче, подставили Корниенко так точно, ну, Корниенко, он такой, знаете, такой интересный парень. Но как, почему канцельерик типа Астофийчук так прокололся, вот это интересно. И в партии Порошенко Европейская Солидарность назвали отказ выезти экс-президента и их лидера атакой на внутриполитическое единство в Украине. И сошли такие действия. Они вредят европейской интеграции страны. Продукс официального разъяснения СБУ в том, что пятого президента, как ни странно, не выпускали не в Венгрию, потому что он в Польшу ехал, а через Польшу ехал. Он оттуда должен был вылететь. А как ни странно, не выпускали, а по факту его не выпустили в Вашингтон. То есть, одним нелепым решением сразу ударили по двум сторонам. В Будапешт плюнули, Вашингтон попали, говорится, в заявлении партии. Вот. Таким образом, что получалось? Получается. Что теперь в таким... Это такое заявление, такие действия СБУ против Порошенко, плюс Тофийчука и Корниенко, как главного исполнителя, кто-то ждал ему заказ. Они вызывают еще больше в Европейском Союзе уже начался политический кризис. И, 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 они заявляют четко уже вот это заявление. Я думаю, сейчас еще и Орбан что-то скажет. То есть, таким образом, по сути, клерки Зеленского дали Венгрии и Орбану объективный теперь повод, что в Украине идут политические репрессии, политические чистки, что Зеленский устроил разборки, а тут еще следующее, это избиение, заявил, что его избили, притом несколько раз его адвокаты Дубинского, что у него там и репро повреждено, и гематомы есть, и все остальное. Побои не сняли, побои не сняли. Не отправили его в больницу, где это надо было сделать. Помните, Зеленский делал, когда шел на выборы, то он делал, ему делали анализ на предмет, употребляет ли он запрещенные медвещества или нет. Ему никто не мешал, он сам выбирал, у кого он там, у Пальчевского или у кого он делал эти анализы. И Порошенко ему в этом тоже не мешал, видите. А в данном случае без суда и следствия Зеленского, этого Дубинского закрыли в тюрьме, в СИЗО. И потом якобы приехала полиция, полиция говорит, что это не ее дело, СИЗО говорит, что его никто не бил и так далее. Но это же так не делают, потому что Дубинский, мажоритарник, который отстаивал и продвигал Зеленского и слух народа, он сам выиграл выборы. Его арестовали за формально вообще непонятно за что, что якобы он там сприял этому выезду. А запрет мужчинам выезжать это нарушение хартии свобод и прав человека, которая утверждена и является главным документом для всех стран, которые ее подписали и ратифицировали Украину в том числе. То есть его держат в какой-то камере, потом перевели в другую. Дубинский говорит, что били его с часу до трех ночи. Эти говорят, что нет, не били. Но это же информация. Они никак не могут понять, что это 21 век, что теперь вот эти все коммуно-сталинские, чекистские, бериевские, фашистские методы не работают. Не работают они. И информацию нельзя остановить. Это суть шестого и седьмого экономических укладов. И понятно, что в преддверии 14-15 декабря, в преддверии этого сам, это лидеров, членов ЕС, такие скандалы, это фактически взрывы бомб под креслом Зеленского. То есть уже четко Венгрия уже имеет все формальные признаки, вот это то, что произошло сейчас с Порошенко, о том, что она будет голосовать против начала переговоров во вступлении Украины в Европейский Союз. 14-15 декабря. Браво, Зеленский, браво, тот, кто тебя так вставил. Дальше. Сейчас, понятно, кто-то возьмет на щит, поставит на вооружение то, что случилось с Дубинским. Но тут еще одна очень нехорошая аналогия с Дубинским. Это очень похоже на то, как сейчас на днях перед этим, буквально несколько дней до того, как избили, как говорит Дубинский, его ужасно побили, зарезали полицейского, который, ну вот в той ситуации, так сказать, вот этого афроамериканца переусердствовал и получилось, лишил жизни. Его на 22 года посадили. И вот его сейчас какой-то там где-то в этой тюрьме зарезали. И все американские средства массовой информации молчат, потому что всем приказали молчать, потому что может начаться бунт. И вот тут получается так, что тут Дубинского избили, а там зарезали белого полицейского, да, он же белый, он же не афроамериканец, да. Вот. И тогда получается, а Дубинского кто дал посадить приказ в тюрьму в связи с тем, что есть материалы дела по буризме. А буризма кто был в управлении? Сын Байдена. Значит, тогда выходит, что Байден дал приказ Селенскому, Ермаку, избить, избить, да не могу Дубинского. А параллельно зарезали полицейского, на фоне которого и поднялся, и выиграл Байден выборы. Как вам такое рассуждение, версия, а? Нехилая, правда? Таким образом, уже точно я вам могу сказать, как я думаю, может ошибаюсь, Венгрия, Словакия, Австрия, Бельгия проголосуют точно против. Нидерланды, скорее всего, против начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Это, конечно, будет колоссальнейшее, тотальное поражение Зеленского в конце 23-го года. На фоне разрастающегося внутриполитического кризиса, арестов мужчин и их выгрузки на линию фронта, дестабилизации политэкономического финансового положения на фоне блокад границ, Венгрия примкнула уже к Словакии и Польше, ну и с вытекающими последствиями. Даже не хочу пока их, так сказать, прогнозировать. Удивляет вот такое поведение, ну пока удивляет, хотя удивляться нечему, но настолько глупо, настолько примитивно, настолько как бы легко просчитываемо. То есть, видимо, в окружении Зеленского какие-то сидят представители, это его враги. Ну, ему это, наверное, подходит, нравится, может у него цель такая. Вы с Олегом Сускиным на моем канале Большом. До новых встреч.